здравствуйте дорогие друзья вы знаете вот вся история израиля это история чудес и борьбы я расскажу о двух чудесных коротких историях понедельник 1 ава 14 года в разгар операции очередной против хамаса 13 террористов хамаса вооруженные автоматами вышли из тоннеля которые не прокопали среди посреди пашеничного поля недалеко от поселения суфа и план был простой как всегда схватить убить захватить заложники и так далее великому удивлению когда они выскочили из тоннеля террористы обнаружили что их ничего не укрывает пшеница которой они должны были спрятаться ее нету и тут же прилетели конечно вертолет их убили и люди спаслись изначальный план предполагал что они спрячутся эти террористы куда пропали колоссия во время войны самом деле раввины следящие за кашрутом специально делали по всей стране искали поле с зеленой несозревшие пшеницы который будет из причинам массаж мура на праздник и были очень набильные дожди они решили что надо есть проблема наступающий год должен стать годом шмиты в котором запрещено пахать и сеять поэтому надо два года и вот они нашли это поле возле газа где-то 2000 гектаров они созревали поздно владелец поля был очень взволнован раввины выбрали урожай впервые решил соблюдать шмиту такое чудо и вот увидел что прежде чем позовете я вам отвечу потом была еще цепочка чудес поскольку весь район примыкал газе уже шла операция падали ракеты раввины тут же падали на землю через два дня после жатвы все из израиль знал что раскрыт туннель возле суфа и плакать люди начали не поняли что в заслугу жатвы вот пшеницы заслугу шмуры вот это вот прижали террористов поэтому это 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 очень во всем есть чудо надо смотреться еще короткую историю в вене вене есть такой посланник любавического рэбера яков бейдерман и вот он решил построить много лет назад еврейскую школу обратился к лаудеру такому знаменитый филантроп сейчас глава всемирного конгресса лаудером лаудер сказал я буду финансировать строительство но только если она будет центре города чтобы как положено было и тут ему сказали что в районе в центре города расположен парк где был участок принадлежащий еврейской общине это немцы расстреляли детей которые там были и вот его передают для того чтобы строить школу он был ошеломлен такое чудо ну и тут началось как раз война с хамазом очередная и палатки в вене расставленные против плана никаких там садов все все в общем знаете все это прошло три дня и тут ему звонят и говорят что с вами хотят встретиться он пришел это был ханс дикант это издатель и главный редактор самый большой из австрийской газеты там у них всего 7 миллионов населения 3 миллиона тираж газетам он говорит что 50 году я публиковал статью антисемитского характера до сих пор жалею об этом сейчас мне 80 лет я не хочу так заканчать свою жизнь дайте мне возможность справиться раввин потерял дар речи он никогда не испытывал ничего подобного все газеты осуждали израиль за войну с камазом это время очередной и он короче редактор обещал помочь выходит на следующий день статья кто против детей потом дети должны расти вместе с деревьями и так далее это пока мэр не позвонил сказал забирайте уже это все против нас в конце все фракции муниципального совета проголосовали за строительство юридической школы включая партию зеленых и вскоре состоялось открытие образовательного кампуса лаудера который стал одним из крупнейших центров образования в вене кто знает сейчас можно его найти две короткие истории две короткие истории показывающие одно и то же когда мы доверяем богу он обязательно что все что надо для нас делать когда мы видим что мы не самые главные когда мы понимаем что то что он говорит это правильно то что он говорит это мудро потому что человек он видит только вот нос свой чуть чуть дальше поэтому если мы будем слушать хозяина этого мира он обязательно отзовется и будут чудеса как были чудеса в первой истории как во второй как обязательно мы увидим еще сейчас в наше время брахавы от слоха больших чудес и победы кто-то Субтитры сделал DimaTorzok